Алло. Да-да-да. День добрый. А Ильин? Кто спрашивает? Звоним и разыскиваем из отдела реструктуризации банка Теньков. Меня Дмитрий Дмитриевич зовут. Сергей Дмитриевич правильно услышал? Дмитрий Дмитриевич. А, Дмитрий Дмитриевич. Извините. Была информация, что работу потерял и соответственно что-то от банка требовало как бы готовые определенные льготные условия рассрочки предложить, но донести не удается. Но дело в том, что вы ей позвонили, она воспользовалась услугой переадресации. Она переадресовалась на нашу организацию. Мы юристы, защищаем ее интересы. А, вот таким образом. То есть вы организация юридическая и скажите, давно она к вам обратилась? От какой дат? Это внутренняя информация. Ну почему? Номер доверенности, чтобы хотя бы проверить через реестр. Вам зачем? Это же не я к вам за информацией обращаюсь, а вы ко мне. В первую очередь я должен у вас потребовать номер доверенности, который дает вам право от имени банка выступать. А я же даже этого не делал. А то, что вы мне позвонили и просите. Мне от вас никакой информации не нужно. Я готов ответить вам на какие-то вопросы от имени своего клиента. А номер доверенности мне просто лень сейчас вставать и в шкаф доставать. Ну странно вообще все уважающие организации предоставляют такую информацию. Потому что такие звонки просто не поступают. Давайте тогда будем взаимовежливы друг друга, уважать друг друга. Давайте начнем с того, что вы предоставите номер своей доверенности, от кого кому выдано доверенность. Я вам могу назвать лишь фамилии, имя, отчество и внутренний номер в организации. Можете проверить. Я вам тоже могу назвать. Вы понимаете, по закону она заключена договор. Ну давайте назовите тогда, чтобы зафиксировать информацию хотя бы. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Компания Алям. Но все-таки давайте начнем с вашей персоны. То, что вы Дмитрий Дмитриевич, это ни о чем не говорится, кроме того, что я слышал голос из трубки. Пожалуйста назовите. Алям вы сказали, да? Да, две буквы «Л» в середине слова, последняя буква «М» Михаил. Ага. Так. Я зовут Белов Дмитрий Дмитриевич. Старший кредитный инспектор отдела реструктуризации банка «Теньков». Сама Элина на связь перестала выходить. Также от платежей отказалась по кредитной карте. Соответственно, никакой информации, никакой корреспонденции не доставлялась. Неправда. Неправда. Я сейчас зашел в ее личную карточку, уведомление о вручении. Отмечено, что банк получил корреспонденцию. От какой даты? Что не фигурирует в ее кредитном деле? У меня просто стоит в реестрах, что получено уведомление. Какой даты, не видно. Но я вам сейчас сообщаю, совершенно очевидно, что письма были отправлены. Первое письмо. Отзыв согласен на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим листом. Запрос документов, недостающих. Кофию договора. Мы это затребовали у вас. Потому что договора, как такового, нет. Это уже, в принципе, освобождает от обязанностей нашего клиента, если нет реального настоящего договора. Договор ее, естественно, есть. У нее нет. Она не получила второй экземпляр договора. А у нее ее нет. Она утверждает, что этот договор, она не подписывается. Такого быть не может. Нет, он в одном экземпляре со стороны. Такого быть не может. Нет, она может отображать все что угодно, но вы же знакомы с 434 статьей. Дело в том, что я знаком со многими статьями. И действительно допускаю, что клиент по незнанию может сказать все что угодно. Поэтому мы запросили копию договора в банке. Послушайте, пожалуйста, я же вас не перебивал копию договора. У вас запросили скан копии, где будет видна ее роспись, где будет видна роспись сотрудника банка, который вправе эту роспись ставить либо руководителя банка на директора, с кем она заключила договор. Подозреваю почему-то, что у вас такого документа не окажется. Кроме анкеты. Есть заявление анкеты, где она подтверждает согласие о выпуске. Может быть вы не совсем хорошо понимаете, что такое денежные отношения в плане кредитных и по законам банков и банков кредитных. Если человеку врученные деньги. Второе повреждение банка в стране по объему кредитования картами не понимает, о чем это решено. Тоже за странные позиции. Странная позиция у вас. Вы почему перебиваете? Вот мне хочется услышать вашу позицию. А потому что я знаю дословно. Да никто не имеет права нормального морального человеческого права просто перебивать. Понимаете? По джентльменски. Я нормальную информацию излагаю, совершенно актуальную, вежливо с вами разговариваю. Я вас понял. Просто чтобы не затягивать переговоры, давайте это опустим таким образом. Я свою позицию, позицию нашего клиента выкладываю. Я, естественно, готов выслушать вашу позицию. Не буду обещая вас перебивать. Но почему-то пропадает желание с вами продолжать разговаривать. Хорошо. Тогда донесите до Елены, у вас вы с ней на связи находитесь, пока она успешно скрывается. Абсолютно. Никаким образом не скрывается. Ну, если бы она не скрывалась, мы бы с ней, как заемщиком. Да, она не обязана с вами поддерживать формат устного общения. Понимаете? Есть формат письменного общения. Никакого общения не ведет. А могла бы хотя бы письма... Это вы не видите. Это вы буквально, Дмитрий Дмитриевич, не видите никакого общения. Головного сейчас отправлены письма. Если вас что-то, кстати говоря, не устраивает... Они отправлены с вашей помощью. Какая разница? Человек написал нам нотариальную доверенность. Заключил с нами договор. И мы выступаем в его интересах. В роспися написано. Ну вот, и ты должна же понимать, что она в любом случае денежные средства вернет. Как бы вопрос, каким путем? И вопрос еще сколько, да? И только в том случае, если банк официально эти претензии выдвинет. Официально. То есть в суде. Вот тогда она будет возвращаться. Пока мы договоры не можем... Мы не готовы вообще комментировать, какой договор заключен с клиентом. Понимаете? Не готовы. Мы не видим этого договора. Тогда ждем, ждем. Это и есть как бы... Что вы ждете? Факт подтвержден. Мы ждем тогда про появление корреспонденции. Дай мы у вас в банке давно уже. Прочитайте, прочитайте все-таки внимательно. По роду ваша деятельности вы не можете увидеть те письма, которые отправлены в главный офис. У банка нет, даже офиса клиентского. Понимаете? С банком Тинькофф у нас всегда был разговор короткий на протяжении четырех лет. Мы с банком Тинькофф взаимодействуем в этом формате. И наш клиент платит только то, что взял, и то комфортными платежами через судебного пристава, если вдруг у него есть такая возможность. Да, и платят исполнительский сбор, платят все издержки и торгуют исполнительные заставочки. Ребята, ну вы хотя бы кроме инструкции что-нибудь почитываете. Ну что вы ерундой занимаетесь? Я вас понял. Это один условий, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Это не первый наш клиент, и даже не десятый, и не сто десятый. Понимаете? Все, я вас услышал. Пожалуйста, данную информацию зафиксируем тоже, и соответственно будем тогда ожидать соответствующего действия от банка, и вы можете тогда ожидать корреспонденцию. До каких-то движений от банка платежи от клиента поступать не будет, так как на основании 29 статьи закона о защите прав потребителей мы не видим документы и не намерены выполнять условия несуществующего договора. Это вы не видите. Она, соответственно, кредитную карту оформила достаточно давно, прекрасно ей пользовалась, еще с 2009 года. У нее сложились труды. Сколько вы дали и сколько она выплатила? Можете заметить в этот момент? Ну это все-таки конфиденциальная финансовая информация. По тем выпискам, которые она нам предоставила, она далеко уже выплатила. Все далеко за границей. А банк продолжает ее трепать, трепать. То есть скорее всего даже банк не подаст. Кто использует, скажите, кредитную карту на долгосрочной перспективе, когда она предназначена? Это вот так. Месяц через месяц. Люди юридически неграмотные. Ориентиры банка именно на этот факт. Люди юридически неграмотные, их можно в кредитную кабалу загонять. В случае, если человек является нашим клиентом. Но дело здесь не как вы вложаетесь в кабале, а в ее непонимании, что она вносила купленные силы. Я на этом прямо акцентировал ваше внимание. Да, и банк этим пользуется. На этом тоже акцентирую. А это неправымочно. По закону, понимаете, судья должен занимать в сторону более слабой, менее защищенной стороны. Это физическое лицо в споре с юридическим лицом, тем более с кредитным учреждением. В общем, давайте таким образом поступим. Я еще раз говорю, что данную информацию зафиксируем. Отказ от выплаты, чтобы ускорить процесс приказного производства дальнейшего, тоже зафиксируем. И, соответственно, будем тогда решать вопрос, видимо, в другом порядке. Я так понимаю, что действительно реструктуризация... Студебный приказ мы все не трудиться. Вы поняли, оно с юристами. Студебный приказ мы через 2 минуты отменим. Поэтому вы его... Да, пожалуйста. Вы можете его спорить, затянуть и издержки какие-то тоже увеличить. Какие еще издержки? О каких издержках вы говорите? Вы что там, международный договор расторгаете о поставке газа из страны в страну, что ли? Издержки. Это здесь совершенно не причем. Ваш сарказм, он, конечно, тоже... Ну нет, вы просто меня не стелите вот этими заявлениями некомпетентными. Я же вам повторяю, вы с юристом разговариваете, вы наверняка не имеете соответствующего образования. Нет, я в этом все прекрасно понимаю, знаю, что эти переговоры ни к чему конкретному не приведут. То есть это действительно так и будет, скорее всего, происходить в том порядке, как вы говорили, что она будет возвращать. Вопрос суммы, понятно? Общая сумма долгая? Да, максимально затянем судебный процесс, создадим условия, когда банку будет выгодно отказаться от прецензий. Вероятнее всего. Такого рода нет, вы можете не рассчитывать. Знаете, как долго долговые обязательства имеют место быть, в принципе, фиксированы за потенциальным заемщиком. Тогда давайте с таким образом поступим. Переговоры завершим, информацию зафиксируем. В принципе, звонок в процессе еще может поступить, но отказ от платежа также нет. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет стать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте, в описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш, www.aliam.ru, ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Подписывайтесь. Для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу. Там много информации, очень полезно и регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим. Тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно. Тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В противном случае мы не сможем с вами связаться. Мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов. Указывайте корректно эмейлы, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то причине описания и, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции. Высветятся три иконки так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка на наш логотип программу нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю. Для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку в спам. Бывает, что письмо входит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансового благополучия, здоровья и удачи. Все.